Предыдущие передачи вы смотрели. И демократия будет как бы последним режимом. То есть демократия, которая повлечет за собой мировую тиранию. И именно этот режим, самый суровый, тиранический, повлечет за собой суды. И после этих судов Господь установит теократию. Возлюбленные мои, в это тяжелое время, Церковь будет сталкиваться с огромными проблемами в плане истины, донесения истины до людей. И мы уже с вами фактически видим эти проблемы в мире. Когда в нации, Какие-то святые вещи, Например, семья, Когда уничтожают семью И уничтожают моральные ценности И навязывают всему человечеству То, что было священным, Это уничтожают, уничтожают. Написано в римлянам. Ум с мужем, Ум с мужем, Ум с животным. Написано, что Мужчина с мужчиной, Женщина с женщиной, Человек с животным. Я говорю, что Семья уже не представляет собой никакой ценности. Брак уже не имеет никакой ценности. Основа общества потеряна. И это то, что вообще против Бога напрямую. Потому что семья — это образ небес. Вы понимаете, Содом и Гоморрой. Вот пример здесь, Но я не говорю ничего. Например, Пример с Содомом и Гоморрой. Они знают этот пример, Но не берут никаких уроков для себя с этого примера. И моняжь здесь, Содом и Гоморрой. Но я не говорю ничего, Что Бог уничтожает две региона Из-за этого. То есть, Пред их глазами Имеют возможность читать, Что Господь делает с теми городами, И в которых есть гомосексуализм. Но тем не менее, То есть, Два города было уничтожено, Но тем не менее, Они все равно Пребывают в этом грехе. И вместо, После разрушения этих городов, Господь основал там, Создал там море. И это море грязное. И в этом море, И в этом море, И в этом море, И в этом море, Нет вообще рыбы. Это живое свидетельство для этих людей, Но они не берут никакого урока оттуда. Это то, Что произошло с детьми Ноя, Когда они перестали поклоняться Богу. Он переспал со своей матерью, фактически. То есть, Он на ней женился. И он на дефи и с этой фами. И эта женщина, Потом стала как богиней. И ребенок, Который родился. Он не может говорить, Что рой умер с мамой, Он говорит, Что ребенок не имеет пянули. И так как нельзя было говорить, Что этот ребенок, От такой как бы связи, То заявили, Что у этого ребенка нету отца. Это ужасная вещь. И в то время общество было испорчено, Абсолютно испорчено. Господь был вынужден смешать языки И рассеять народы по лицу земли. И началась система. Система Баби-Тебали-Билон. Вавилонская система. Система фараонов. И мы сейчас в демократической системе. Который затем изменится в монократию. С руководством антихриста. С всемирным правительством. Именно в этом контексте Церковь должна действовать. Как-то действовать. И в Библии написано, Что они изменят законы библейские На противоестественные законы. И так как ты пастор, И я пастор. Уже прямо сейчас сажают в тюрьму пасторей, Которые проповедуют против гомосексуализма. И даже в Америке. Евангелие в принципе везде проповедуется, Но в каких-то штатах уже сажают пасторей. В Африке. Я не знаю, что происходит здесь на Востоке. Но есть много других законов. Которые противоестественные. Это есть полный контроль над человеком. То есть, чтобы полностью контролировать его, Где бы он ни находился. И сатана старается завладеть Всеми областями жизни. Наукой, например. И все это для того, Чтобы контролировать человечество. И времена действительно будут очень тяжелыми. И нации впадут в очень сильные грехи. Будет мерзое запустение. И все это будет против Бога. Вот почему Господь говорит. Я приду против них. Я буду их судить. Итак, будет суд над нациями. Я думаю, что для тех, кто в Новом Тестании, Бог использовал Даниэль, Для обеспечить эти вещи. И если посмотреть на Старый Завет, То эти события, предстоящие, Господь открыл Даниэлу. Но в Новом Завете, Он как бы завершил Библию в Новом Завете, И подвел такой итог Библии, В книге Откровений. То есть в этой книге Откровений все проясняется. И церковь должна понимать эти вещи. Очень часто говорят, Что книга Откровений очень тяжела для понимания. Но на самом деле, Господь хочет, чтобы мы понимали все эти события. Поэтому эта книга не тяжелая. Это итог всех Откровений. От бытия До Откровений. Именно в книге Откровений написано, Что сказал Бог, Что Он заповедал, Что было от начала, Что Он будет делать, И как все закончится. И в прошлый раз, Вчера мы с вами немножко говорили об этом. И первая книга, Откровений, Господь показывает Себя. Он говорит, кем Он является. Он говорит, я альфа и омега. Первый и последний. Я стал таким же человеком, как вы. Я был распят, я был мертв, Но теперь я жив. Я буду пребывать вечно. И после того, как Он себя представил, В то же время, Он говорит о своей церкви, Которая должна трудиться. И он обращался к семи церквям. И там мы говорили о семи лицах церкви. Мы с вами также рассматривали эту тему. И мы также затрагивали тему о той работе, Которую каждая из этих церквей должна делать. И сразу после этого, Он показывает Свою славу на небесах. В главах 4, 5, 6. Он на небесах. Он вернулся в Свою славу. И ангелы стали поклоняться Ему. И перед Ним было 4 духа, Которые символизируют все Его совершенство, Все Его превосходство над всем творением. И четыре духа говорят, Свят, Свят, Свят Господь зову. Всемогущий, Который есть, Который был, И который грядет. Свят, Свят, Свят Господь. Который был, А Моисе иди, Я Сусь. Который есть, точнее. Моисе, он говорил, Я Сущий, Я Есмь Сущий. Иди и скажи им, Скажи, скажи фараону, Я Есмь, Я Сущий. У него нет ни начала, ни конца, Он есть. Который был, Он пришел, Он проявил Себя воплоти, Он сделал дело спасения, Он искупил человечество, Чтобы освободить человечество от рук сатаны, Чтобы посадить человека в себе, И себя в человека, Чтобы иметь с ним вечное общение, Полное общение, Так как это изначально было предусмотрено. Чтобы ему поклонялись и люди, и ангелы. И это есть его армия. И он говорит, Он вернется, он вернется. Он ушел. Он все осуществил, Что нужно было земле и ушел. Но он вернется. Сэн, сэн, сэн. Свят, свят, свят. Сэн, Сэн. Всемогущий Господь. Бог. Который есть. Который был. И который грядет. И это то, что Дух Святой говорит. Он говорит, что он есть альфа и омега. Первый и последний. И в Новом Завете он говорит, Иисус Христос, Который проявился в апоте. Он тот же вчера, Сегодня. И вечно он один и тот же. Сейчас он прославлен на небесах. И так, пребывая там, На небесах, В поклонении со стороны ангелов, Он следующим образом, Он уже заявляет, Что же будет происходить в последнее время. К чему приведет Господство человека на земле? Я ожидал человеку Определенную ответственность на земле. Но они пали, Они не справились со своей задачей. Адам не справился. Сэзэмфан он эшэээ. Его дети так же пали. Дети Ноя так же пали, Потерпели неудачу. Я суситил Абрам. Я возвал к Аврааму. Чтобы через него создать церковь. И эта церковь тоже пала. Я сам пришел. Потому что в начале было Слово. И Слово было с Богом. И Слово есть Бог. И все было сделано через Слово. Ничего не было сделано без Слово. И в Слове жизнь. И жизнь свет для людей. И это Слово воплотилось в плоть. Господь воплотился в плоть. И Он пришел. А все те, которые подчинились Ему. Все, которые верят в Его. Он дал им власть стать детьми Божьими. И эти люди вместе формируют Его церковь. Он поставил Свою церковь. И Он сказал. Сон Эгрия будет иметь победу. Ад не для моей церкви. И именно Его церковь. И она именно доживет до конца времен. Но Он заберет Свою церковь. И учитывая тот факт, что существует человеческая система правления, над которой господствует Сатана. И у Церкви все равно будут детьми. Будут тяжелые времена. То есть то, что было во времена Ноя, будет то же самое в это время. И мы сегодня с вами рассмотрим это время. И как Бог будет судить это время. Всего будет 21 суд. 21 суд. Есть суды печатей. Есть суды труб. И есть суды чаш. Это закончится все судами чаш. И самая последняя чаша. Будет самой ужасной. Мы увидим с вами это. И именно в этот момент именно в этот момент будет война. И эта война называется Армагеддон. И именно туда придет Иисус Христос. Будучи на коне, сидя на коне небесном. На белом коне. Со всеми святыми. Со всеми церквями. Видимыми и невидимыми. С ангелами. Он придет. И метр фэн о системе гувернмента. Он положит конец правлению человека. И восстановит. Теократию. И Господь это сделает. Не будет больше демократии. Не будет больше монархии. Династии. Все это закончится. Господь вновь заберет в свои руки господство, царство. И всякая плоть преклонится перед Богом, Богом и Царем Царей. Теперь, в результате дешевизации, человечество в дешевизии. Итак, мы с вами уже обсудили то, что сейчас человечество находится в отступничестве. Человечество пало. Человечество не справилось со своей ответственностью. Человечество пало. Человеческая система извращена. Потому что она под правлением сатаны и его демонов. Господь хочет, чтобы человечество пришло к поклонению Ему. И, зная, что эти суды предусмотрены, он обращал внимание человечества на это время, что будут глады, моры, войны. Он хочет, чтобы люди обратили на это внимание. И каждый период, каждый период, к сожалению, человечество падало. И каждая система была извращена. И что же Господь в таких условиях должен делать? Бог будет судить. Ввиду того, что человечество находится в состоянии отступничества со времен сына Ноя до этого последнего поколения, в котором мы живем, суды Божьи над нациями и царствами земли неизбежны. Таким образом, 21 Божий суд, описанный в Священном Писании, поразят всецело все царства. Царство ангелов это царство будет поражено. Царство минералов то есть земля, вода, луна, то есть все, что вокруг нас будет поражено. Царство растений то есть все растения, которые есть на земле, все это будет поражено. Царство животных также будет поражено. И царство людей будет поражено. Ничему не будет пощады. Господь никого не пощадит. Но Господь так же сказал, что прежде чем придет вот этот вот суд, церковь будет судима. церковь дом Божий в этом божественном суде первая будет ему подлежать, то есть суду. По этому поводу четко написано в Писании. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? 1 Петра 4 глава 17 стих. То есть сначала церковь будет судима. Но вы видите, это не судима, это не судима, который будет судить. Он не будет судить и не будет судить. Но церковь не будет судиться по тому принципу, чтобы осудить ее и чтобы отправить ее в ад. На небесах есть определенные уровни. Почему мы говорим небеса? Потому что там есть уровни и их три уровни. Есть уровни. На какой уровне ты будешь? Нужно судить. И вот чтобы определить, в каком уровне ты будешь пребывать, сначала нужен суд для церкви. Важно понимать, что сначала мы как церковь будем судимы первыми. Но Господь не может судить нас вместе с миром. Это невозможно. Мы армия Иисуса Христа. Мы не судимы и не судимы вместе с гражданскими. Это невозможно. Это принцип. Господь не может судить Свою церковь вместе с язычниками. Но Библия говорит, что суд Божий начинается с Дома Божьего. И он очень хорошо сказал, что не все, кто говорит, Господи, Господи, будут спасены. Господь не всем церквям доверяет. Будут спасены те, кто подчиняется Его воле, кто исполняет Его волю. Вот почему перед временем великой скорби и до того, как придет 21 суд, церковь будет забрана, восхищена с земли. И там, в Игрии, Господь, нам херили день от нас. Он от нас спрятал день, когда будет восхищена церковь. День восхищения церкви никто не знает. Для того, чтобы мы сохраняли свою верность. Он не говорит, когда для нашего нашего же блага. Никто не знает ни времени, ни дня. Но это восхищение. И написано в слове, что двое, находящиеся в доме, один останется, а другой будет восхищен. И две женщины, которые, например, будут молоть, одна будет забрана, а другая останется. Двое людей, которые будут на поле, один останется, а другой будет восхищен. Это будет ужасное время. Например, если ты будешь сидеть за рулем, и ты не знаешь день, приходит время, звучит труба, и Господь тебя забирает. Что же будет происходить? По всему миру будут происходить автокатастрофы. Ты ведешь машину, и ты за рулем, машина куда-то едет, да? И Господь тебя забирает. Куда поедет машина? Ты ведешь машину, ты за рулем автобуса, и тут труба звонит, и шофер вознесен. А если это час пик, и автобус наполнен людьми? И бюстон. Куда поедет автобус? Что с ним будет? Это для этого, что уже, люди из-за мира, некоторые компании аэриэн не обучают как пилот, они не обучают. Представьте, что даже сейчас есть авиакомпании, которые не нанимают на работу христиан, потому что они знают этот принцип. Они знают, что это написано. Они это знают. Когда страховая компания руководству говорит, что это христианин, все, они открещиваются от такого человека. Если пилот и его коллега, это дети Божьи, и представьте, если труба и диспарат из аппарата, труба звонит, что тогда будет? Они просто исчезнут. И куда идет полетит самолет? И не будет катастроф в мире. По всему миру будут катастрофы. Все те, кто не настоящие христиане, но которые ходят в церковь, но такие они полухристиане, Господь оставит их в мире. Итак, первый суд, это суд церкви. lavой федер Shi, Продолжение следует...